РАБОТАЕТ ВАША ФАНТАЗИЯ На примере элементарных завиточков. Вот я для своей туники навязала их просто немыслимое количество, даже не знаю сколько, не считала. Так вот, смотрите, сложить завиточки можно просто различным способом, даже сделав из них сердечко. Да? Вот так. И загнуть, как вам надо. Можно посильнее изгибать, можно там по-другому. Вот они у меня сделаны в виде таких вопросительных знаков. Можно хвостики раздвинуть. То есть каждый раз что-то новое. Я хотела сделать волну. Это главная мысль, которая у меня возникала. Я хотела ее сделать плотной, и вам ее уже показывала. Я ее распустила, сразу говорю, поэтому показать уже не могу. Когда с этой стороны идут завиточки друг к другу касаются, и нижние также касаются друг друга. Да? Так как они у меня вопросительным знаком, все это соединяется, все это связываются они между собой. И получается вот такая вот волна. Достаточно получается широкая лента. Так как она получилась очень широкая, и мне не понравилось то, что она такая тяжеловесная, я начала рассматривать другие варианты. То есть я распустила. И смотрите, можно сделать, скажем, вот в это место положить только головку нашего завиточка. Следующий завиточек ложим так же. То есть между этими завитками уже делаем расстояние. Смотрите, как меняется узор. Он становится уже совсем другим. Это я чуть-чуть подвину вот так. А ведь можно сделать завиточки еще более друг от друга отодвинуть. И соединять только вот эти места, только между собой. Вот так, например. То есть вот этот хвостик прячем под головушку завиточка. И у нас получается вот такой узор. Видите? Он уже другой. Потом... Вот так подвину. А потом я сделала вот такой. То есть так же соединив, но чтобы головушки моих завиточков смотрели в одну и ту же сторону. И получается уже волна другая. Вот смотрите, ведь это все волны. Но они все разные. Не видно. Ага. Вот так подвину. Сейчас я это все аккуратненько вот так поплотнее. Вот так, видите? Все волны. И все разные. Что нам нравится, мы то и выбираем. Что мы хотим получить. И здесь, играясь с этими завиточками, у нас получилась еще одна лента. Вот такая. Она получилась такая, как орнамент. Она совсем не как волна. Уголочек вверх, уголочек вниз, уголочек вверх и дальше уголочек вниз. И когда я это соединила, я поняла, что мне это нравится еще больше. У нас у всех вкусы разные. Поэтому даже простые вещи мы можем перекладывать и каким-то образом это все между собой соединять, доводя это до такого состояния, как нам нравится. Я выбрала эту ленту, сейчас я ее соединяю. И при соединении я ее сразу обвязываю. То есть у меня получается низ изделия уже готов. И еще низ изделия у меня будет очень легко обрабатывать паром. Потому что все завитушки дальше, туника будет вязаться, сеточка наверху. Все вот эти пико, все-все-все, оно будет уже на плоскости туники. А здесь уже висеть ничего не будет, как вот на этом экземпляре. То есть это же каждую завитушечку, каждое пико надо будет разглаживать, разутюживать. А в данном случае мне будет удобно ухаживать за своей туникой. Еще один плюс. Как видите, я все меняю на ходу. Я не работаю по эскизам. Эскиз у меня в голове, которого я никак не могу оттуда вытащить просто так, потому что я не умею рисовать. И художников у меня рядом со мной тоже нет. Поэтому отвечаю еще раз. Мои дорогие, включаем фантазию. А она есть у всех и каждого. И делайте то, что вам нравится. То, что вам доставляет удовольствие. На этом можно заканчивать наше видео. Я постаралась вам максимально ответить на вопрос. Следите за новыми роликами. Я обязательно буду рассказывать, как моя туника медленно, но верно продвигается к финишу. Пишите обязательно комментарии. Я всегда их читаю и стараюсь на все комментарии отвечать. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok